Цветные огни, гирлянд, запорошенные снегом, ели и запах глинтвейна повсюду, буквально в каждом уголке центра Москвы воцарилась праздничная атмосфера. Соперничать в красоте с самым сердцем российской столицы не способна ни одна даже самая нарядная студия, потому именно декабрьский город превратился в съемочную площадку новогоднего шоу. Съемки вот уже несколько дней проходят на улицах Белокаменной, начинаются, едва зажигаются на елках первые огни и заканчиваются далеко за полночь. Несмотря на неутешительные прогнозы метеорологов, артисты наряду со съемочной группой стойко выдерживают морозы, раз за разом отрабатывая дубли до идеальности. Накануне главной звездой стала певица Монеточка. Елизавета Гордымова прокатилась на рождественской карусели, установленной на Манежной площади. К слову, это первое появление 20-летней артистки в новогодней ночи. Столбик термометра, установленный прошлой ночью на отметке в минус 20 градусов, не помешал собраться на Манежке целой группе поддержки из друзей и родных юной певицы. Примечательно, что рядом с рожеволосой артисткой была замечена ее бабушка. Недавно Монеточка признавалась, что любимая родственница проживает в деревне, где нет интернета, потому слишком редко видит внучку. Ради того, чтобы передать привет бабушке Вере девушка даже пришла на шоу Поле чудес. Она не может посмотреть ничего связанного с моим творчеством, но она смотрит эту программу. «Наконец-то увидит меня и будет мной гордиться», — признавалась Лиза. Леонид Икубович поцеловал Монеточку на шоу Поле чудес по словам молодой звезды. Сама она нечасто наведывается к родственнице из-за плотного графика, Гордымова не только много выступает и записывает песни, но еще успевает учиться во ВГИКе. В прошлом году на Первом канале рискнули, сняли новогодний концерт не в студии, как много лет подряд, а на натуре. Эксперимент удался, зрители остались довольны. В этом году успех решили закрепить. Вместо сцены с искусственными елками и столиками, погребенными под горами конфетти, сказочно красивая зимняя Москва. Необычные и яркие номера, музыканты разных стилей и направлений, чтобы любому поколению было интересно. В течение месяца шесть режиссеров, шесть съемочных групп снимали новогодние музыкальные номера для праздничного концерта, невзирая на мороз, ветер и снег в лицо. Артисты мужественно терпели холод, записывая по несколько дублей на улице. Операторы старались так, будто снимали не новогодний концерт, а номинанты на Оскар, шикарные панорамные виды праздничной Москвы, захватывающие дух пролета квадрокоптеров над мостами, дворцами и площадями, украшенными иллюминацией.